МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начну с рассказа. Молюсь, чтобы вы все правильно поняли и вняли ему ради славы Господней и поступили соответственно. Это было в далеком 78-м году. Мы жили в США, в Калифорнии. Я учился в аспирантуре, и у нас на руках два малыша. Я еще не работал, работа покрывала две трети наших нужд. Остальные деньги мы брали из дохода от продажи мебели, в Австралии. Моя жена, преподаватель, получала деньги из фонда. Из этого складывались наши доходы. Через год эти источники иссякли. И вот что важно. За год до этого Бог обличил меня. «Хотя ты в служении, ты неверен в десятине и приношениях». Год спустя у нас все выровнялось в этом вопросе. Да, я не был верен. Я все время служу. Зачем десятину давать? Святой Дух сказал, «Майкл, ты не прав». Нас никто не снабжал. Церковь не поддерживала. Миссия не снабжала. Никто не помогал. Были сами по себе. Через год наши деньги закончились, но мы исправно давали десятину, а также приношения. Как обычно, тут начались испытания. Что делать? Деньги кончились, чек на десятину готов? Смотрим на банковский счет, там сумма именно для десятины. Один в один. Смотрим на банковский счет, и что? Если подпишу этот чек и положу на блюдо, у нас ничего не останется. Позвонят из банка. Я догадался не класть чек на блюдо, а заполнил его и отправил почтой. Сейчас все быстро, а тогда уходило две недели на это. Утром. В понедельник я выписываю чек и иду в почтовое отделение, где я учился. Я кладу чек в ящик, поворачиваюсь, и теперь открываю свой ящик. На это ушло минуты две. Я открыл ящик, а там толстенький конверт. Разрезаю его и вижу 1300 долларов. Не поверил и пересчитал аж два раза. Туда вложена записка для суеверных число 13, дурное предзнаменование. А нам оно нравится. Поэтому отправляем чек на 1300 долларов в знак благодарности за проведение нашего венчания. Причем я уже получил от них подарки. Признаюсь, дорогие мои, я сел тогда в уголок и зарыдал, сказал, «Боже, ты верен». Его удивительная верность сумма покрыла расходы до дня, когда учеба кончилась, и мы начали служение. Это одна из вех нашей жизни. Когда Бог взращивал наше доверие Ему, веру в Его обещания и наше упование в Его обетование. С того времени я говорю об этом неоднократно, что наши десятины возросли, и это продолжается последние 35 лет. Это каждый год. Бог благословляет так, что это не описать. Даже если простою тут целый час, пытаясь объяснить это, но то, как Бог благословляет нас, это необъяснимо. Десятина это самое начало. Не конец, а только начало. Отдавать ее перед выплатой налогов или после. Этим вопросом задаются все или большинство верующих. Хотите благ до выплаты или потом? Мы приходим к Иисусу поверяем, а не через дела. Но потом кто-то останавливается и пытается окончить делами. Верить нужно каждый день. Надо верить в обещания Господа Бога. Если скажу вам, давайте встретимся во столько-то там-то и там-то, то вы придете туда, веря, что и я там появлюсь. Почему? Вы поверили мне. Если не помру, то сдержу слово и обязательно приду к вам. Ведь так, я человек, всего лишь маленький человек. Но когда вы верите в обещания Бога, то идете вперед, уповая на обетование и поступаете соответствующим образом, вот тогда будьте уверены, что он не только сдержит слово, но и примет честь. Ведь вы доверились ему. Вот библейский пример того, что годами испытывало меня. Доверие ведет к обильному благословению Бога. Я хочу, чтобы вы открыли вместе со мной и посмотрели сегодня одно местописание. Это четвертая книга царств, четвертая глава с первого по седьмой стих. Одна из жен сынов пророческих своплем говорила Елисею. Елисей, кстати, был преемником Ильи. Она вызвала к Елисею, «Раб твой, мой муж умер. Ты знаешь, раб твой боялся Господа. Он был верен Богу. Почитал Бога всей жизнью своей. Пришел взаимодавец взять моих детей в рабы и сказал ей Елисей, «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала, «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он, «Пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих сосудов порожних набери немало. И пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими и наливай все эти сосуды, полные отставляй». И пошла от него и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей, «Нет более». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал, «Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить ты с сыновьями твоими». О чем вы думали, пока я читал это местописание? Сейчас все по-другому. Бог побуждает нас думать, побуждает использовать наши способности. Это нереальное ожидание. Бог обеспечивает, но у меня выбор, принять или отвергнуть его условия получения обетований. «Это был Ветхий Завет, это между вами и Богом. Ответьте ему так, как есть». У вдовы дела были хуже некуда, безвыходное положение, у нее ничего не было. Она не только обанкротилась, к ней пришли стыд, нищета и отчаяние. ее и сыновей ждало рабство. Она вспомнила, что в Слове Божьем сказано обещание. Никогда праведны и его дети, никогда они не будут оставлены. Его потомки не попросят хлеба. В нашей стране никто не может попасть в такое положение. Но где бы вы ни жили, начните верить обещаниям Бога и поступать по ним. Когда кажется, что выхода нет, верьте Богу. Не полагайтесь на свой разум, доверьтесь посулам Бога. Хватит жить тем, что видите. Живите верой. Вдова сделала три вещи. Согласилась с условиями получения обетований, далее проявила уверенность, что Бог обеспечит ее, и наконец, в-третьих, она дала Богу больше возможностей излить благословение. Во-первых, согласилась с условиями получения обетований. Ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Он был верен Господу. Он верил в обещания Бога. Он исполнял условия получения этих обещаний. Он был верен Господу. Услышьте, я был молод, а теперь старик. Никогда не видел я праведника оставленным и детей его просящими хлеба. Это был ее якорь веры. Якорь веры в обещания Бога. Верность Богу приносит несказанное благо. И не только нам, но и детям нашим. Верность несет преимущество следующему роду. Мы хотим, чтобы Бог благословил нас, но только по нашим условиям. Хотим, чтобы Бог ответил на молитву, но покорствовать Его воле не хотим. потом удивляются, почему Бог так долго молчит. Бог не официант, не отправляй Ему заказы, требуя именно то, что тебе нужно. Они называют это верой? Набожная вдова верила не в свои добрые дела, а в то, что верный Бог исполнит обещанное. Вот какая разница между людьми. Она не уповала, что верность ее мужа зачтется в этой беде. Она сказала, «Пророк Елисей, ты знаешь все о моем муже». Все. Она верила в Божию непоколебимую посвященность в исполнении обетований. Она полагалась на Божье слово. Она была уверена в том, кто никому и ничего не должен. Бог ничего не должен нам. Никогда. И ни при каких обстоятельствах. Вот в чем вся суть. Я знаю, что Бог обещал быть верным праведнику и его потомству. Она исполнила условия. Во-вторых, она показала, что уверена в обеспечении Божием. и сказал ей Елисей, скажи мне, что есть у тебя в доме. Она сказала, сосуд с Елеем. Елисей увидел верой фабрику масла. У нее чуточка масла, а в его воображении целая фабрика. Когда народ Бога вернулся из плена Вавилона в страхе, они начали копить вещи. Бог обратился к ним и сказал, принесите все десятины в дом хранилища. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не и залью ли на вас благословение до избытка. Что в доме твоем? Вдова подчинилась Богу. Она показала уверенность в Боге и расширила возможность принять благословение. Мы слышим это годами. Разбогатею вот тогда и начну отдавать в церковь. Будет миллион отдам десятину. Но все без изменений. Много желал, да ничего не поймал. Улов будет, когда закинешь удочку. Вначале нужно только поверить. Вера не по завершении нужна. Вначале вера, а потом уж и результат. Вначале верь. Потом все увидишь. Вдова поверила, достала кувшины, и они наполнились, и хватило даже с избытком. Представьте ее соседей. Когда есть соседи, все знают, что у кого происходит. Но сейчас все по-другому. когда они услыхали о кувшинах, то вздохнули. Бедная милая соседушка сошла с ума. У нее галлюцинация, голубушке что-то привиделось, такое горе. Потому и сошла с ума. То, что люди говорят о вас, это ничего не означает. Не переживайте по этому поводу. волнуйтесь о том, что Бог думает о вас. Имеет значение Его мнение о вас. Если ваше имя написано на небе, какая разница кто и что сказал? Это важно. Вдова достала кувшинов, чтобы принять благо от Бога. Увеличивая возможность принять от Бога, ожидала великого от Него, ибо знала Он Великий. Вот о чем еще надо сказать. Масло это символ Святого Духа. Его использовали не только на кухне, но и для помазания пророков, священников и царей. Масло это всегда образ божественного, чистого благословения. Это символ Божьей силы. Это символ Святого Духа, почивающего на них. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господня. Богу нравится благословлять своих детей. При этом Он хочет, чтобы его дети были не прудом, а трубопроводом. Станьте каналом, но никак не запрудой. Поэтому Он благословляет каналы и трубопроводы, ибо желает, чтобы его служение продолжалось. Поэтому Елисей сказал, не будь скупой, набери больше емкостей, чтобы принять. Связка кувшинов это мало. Не успокаивайся. Кто-то из христиан угомонился много лет тому назад, смирившись с несколькими кувшинами. Не ограничивай Божьи возможности. Прими благословение, расширь свое видение Божьей мощи и будь послушен. Не ограничивай Бога. Даст столько благ, насколько твое послушание позволит Ему. Поэтому в момент, когда кувшины все наполнены, масло перестает литься. Бог благословит тебя соразмерно возможностям, которые ты Ему предоставил. Он заполнит лишь те пустые сосуды, что ты Ему дал. Бог благословит только то, что ты предоставляешь Ему. Он благословляет соразмерно твоему послушанию. Перестал ли Святой Дух изливаться в твою жизнь? Или ты успокоился и русло высохло, ты перестал давать Ему пустые сосуды, чтобы Он наполнил их. Немножко масла, которое Бог превратил в поток. У нас такая ментальность, что мы разучились жить по вере. по мнению мира, это бессмысленно. С экономической перспективы это сущий бред. И мы знаем это мнение. С точки зрения Уолл-стрит, это алогично и глупо. А Бог считает это мудрым и верным. что же удерживает вас от блага? Что в вашей кредитной истории на веб-сайте Неба? Вы можете сказать, Господь, я хочу играть по Твоим правилам, быть уверенным в Тебе и расширить мои возможности распространи мои пределы. Провозглашая бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом.